Мастер-класс от юных футболистов. Забить гол попробовали губернатор Александр Богомас и председатель Брянской областной думы Владимир Попков. Это раньше начинающие борцы, атлеты, футболисты и баскетболисты были вынуждены тренироваться где придется. И вот долгожданный новогодний подарок. Для того, чтобы они занимались спортом, росли сильными, здоровыми и чтобы будущее нашей страны было в надежных руках. Я вот, ребята, с ей души вас поздравляю. Я думаю, что вы нас не подведете, но мы взрослые сделаем все, чтобы вы обучались в хороших условиях и чтобы у вас были перспективы для дальнейшей работы и жизни. У нас сегодня есть такие спортсмены, которые прославляют нашу Брянщину, как Артем Осипенко, семикратный чемпион мира, Александр Большунов из Лубинки, Севского района, который на лыжах прославил нашу Брянщину и прославляет сегодня. И многие другие. Я думаю, что в этих сферах вырастут тоже будущие олимпийцы и будущие чемпионы. На строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Триумф» из всех бюджетов было выделено более 70 миллионов рублей. Объект может проводить соревнования любого уровня, а в удобных залах тренируются почти три сотни мальчишек и девчонок. Планируем повысить в связи с тем, что у нас сейчас построили такой замечательный физкультурно-оздоровительный комплекс. Планируется в разы увеличить. У нас не было особо постоянного спортзала, где можно было играть в футбол, волейбол, заниматься баскетболом. Теперь мы можем благополучно играть во все виды спорта и добиваться нового достижения. Это много возможностей для детей. Открыто спортивные площадки, дети будут заниматься, тренажеры для взрослых тоже. Очень рада. К слову, фок не единственный подарок суражу. В следующем году в районном центре будет построен новый детский сад, а в 2022 школа. Екатерина Пормон, Владислав Пескунов. События сураж.